Добрый день любители радиоуправляемых моделей. Здравствуйте. Снова в нашей студии обновленный PAPER J3 и сегодня мы собираем крыло для нашей модели и хвостовое оперение. Так как времени оно занимает немного, решили объединить эти элементы в одно видео. Следующий урок нас тоже будет интересный. Будем отвечать на ваш вопрос, как обтягивать модель скотчем, хотя у нас есть много ответов вот именно по этому вопросу, но мы решили еще раз показать, объяснить поподробнее, поближе, как обтягиваются модели. Ну и как раз в третьей части мы также соединим все детали воедино. Останется нам только поставить электронику. Четыре части, как и у всех наших тренеров, и можно подниматься в небо. Ну а сегодня собираем крыло, ребята. Начинаем. Давай приступим. В отличие от предыдущей версии PIPER. Здесь крыло мы решили собирать по лонжеронной технологии. Конечно, с нерверами крыло получается более жестким, каркас получается понадежнее и профиль он держит лучше. Но вырезать десяток, а то и больше абсолютно одинаковых нервер можно далеко не каждый новичок. Конечно, потом, когда потренируетесь, когда научитесь вырезать мелкие детали, это будет не проблема. Ну, а в самом начале сделать одинаковые нерверы, одинаковые детали почему-то новичкам сложновато получается. Поэтому решили для модели тренера остановиться все-таки на лонжеронной технологии. И сегодня крыло будем собирать именно с тремя лонжеронами. Так же, как мы делали для той же Cessna, для Як-12 и тому подобных моделей. Лонжерона у нас будет три. Первый лонжерон высотой 14 миллиметров, второй деревянный высотой 15 миллиметров. У него на законцовках сделаны скосы. Для чего это сделано, я покажу по ходу сборки. Третий лонжерон 11 миллиметров и также будут еще несколько дополнительных пенопластовых полос. Сантиметровая полоска это усиление передней кромки. То же самое, что и на Cessna. И две полоски из 5-миллиметровой подложки или можно взять брусочки из более толстого пенопласта. Это усиление элеронов по линии отреза. Лонжероны при установке не путайте. Они, как видите, здесь получились все разные высоты. И самый низкий 11 миллиметров идет как самый задний, третий лонжерон. Ну и основной лонжерон, он центральный. Самая большая нагрузка в этом месте и здесь мы усиливаем его деревом. Ну а работу начнем сегодня со склейки хвостового оперения. Этот этап самый простой. Времени занимает немного. И закончим с ним мы достаточно быстро. Для того, чтобы сделать петли рулей нам понадобится сетка серпянка. Относительно немного, но все-таки заранее ей запастись не помешает. И проклеиваем вот таким вот образом половину ширины сетки по линии отреза руля. И таким образом, чтобы верхний край сетки немножечко не доходил до компенсатора руля. Ну а нижняя часть делает так, чтобы доходила до нижнего края руля направления. Излишки сразу же можно обрезать. Ну и теперь киль можем склеивать. Промазываем всю плоскость детали. Особенно внимание линии отреза руля и периметру. Если где-то в других местах будут небольшие не проклеи, это не страшно. По периметру и по линии отреза все-таки проклейка должна быть надежной. Клей размазываем тонким слоем. Прикладываем вторую половину. Детали прижимаем, чтобы клей распределился по обоим поверхностям. И ненадолго разделяем, чтобы клей подсох. Теперь со стабилизатором. Для того, чтобы соединить половинки руля высоты нам понадобится проволочная скоба на петлях. Как ее сделать у нас было отдельное видео. Я сейчас останавливаться на этом моменте не буду. Скобу прижимаем к пенопласту. На пенопласте остаются небольшие продавленные отметки. Эти отметки слегка углубляем ножом, надрезая буквально только верхний слой пенопласта. И вот теперь скобу можно в пенопласт достаточно легко вдобить. Аналогично сделаем отметку на второй половине. Просто совмещаем детали и место установки скобы придавливаем. Получилась такая отметка. Ее также нужно будет немножечко углубить. Тем временем киль подсох и его собираем. Подсушенный клей схватывается моментально. Разделить потом пенопластовые детали будет невозможно. Скорее пенопласт сломаете. Так что совмещать детали нужно будет точно и аккуратно. Прижимаем по всей плоскости. Вот киль у нас уже готов. Доделываем стабилизатор. Точно также нужно сделать петли из сетки серпянки. Вместо сетки можно использовать, например, ткань. Можно использовать полоски пленки. Желательно такой, конечно, которая будет вклеиваться достаточно надежно. Мне нравится использовать пленку для ламинирования документов. Держится она неплохо. Тем более, с одной стороны у нее есть клеевой слой. Ее можно приклеить сперва утюжком и только потом уже проклеивать вторую деталь, вторую половину стабилизатора. С сетки серпянкой все же проще. Да и стекловолокно работает в том числе и как усиление. Петли сделали и теперь также всю поверхность промазываем клеем. Вклеиваем на место скобу и не забываем промазать клеем сами петли в верхнюю часть. Также можно промазать на второй половинке места установки скобы. Детали совмещаем, прижимаем и ненадолго разделяем для просушки. Пока стабилизатор будет подсыхать, можем начать приклеивать лонжерон. Начинать будем с главного лонжерона. И теперь смотрите, что можно сделать с вот такими законцовками. Если мы лонжерон приклеиваем в таком положении, то есть скос идет вниз, то у нас получится плоскость нижняя крыла ровная, верхняя пойдет на сужение, на клин. Такой вариант более копийный, более красивый, на мой взгляд. Но крыло получается полностью прямое. Второй вариант. Если мы приклеиваем лонжерон в таком положении, то закольцовки у нас идут на небольшой угол В. Такое крыло больше подходит для тренера, для большей стабильности модели в воздухе. Разница конечно будет незначительной, но тем не менее, какое-то отличие должно быть. Какой вариант выбрать, смотреть конечно вам. Но я сегодня буду делать именно тренировочный вариант с небольшим положительным углом В крыла на законцовках. Таким образом, я сейчас промазываю клеем установочное место лонжерона. Не путаем, проклеиваем именно средний лонжерон, он самый длинный. По центру у меня сделана отметка. Я ориентируюсь по этой центральной линии, чтобы лонжерон был приклеен прямо. И подгибаю за концовки. Пока просто пропечатываю клей. И откладываем в лонжерон, чтобы он подсох. За это время можем собрать стабилизатор. Также точно и аккуратно совмещаем детали, чтобы не было смещений, чтобы скоба не сдвинулась. Прижимаем вместо установки скобы, чтобы она вдавилась в пенопласт. Клей хорошо подсушен, и он уже держит. Уже детали не отлипают. Но тем не менее, до полной просушки клея стабилизатор лучше отправить под груз. И вместо установки скобы придавить чем-нибудь тяжелым. Клей на лонжероне пока еще окончательно не просох. За это время можем отмерить необходимую длину дополнительных лонжеронов. Можно по разметке. Можно взять шаблоны в чертежах. Кстати, шаблоны лонжеронов даны только для половины размаха, для половины крыла. Кто захочет, может сделать крыло с поперечным V. По центру его согнуть. Сделать вставки между половинками лонжеронов, как это делалось на первой цесне. Но на пайпере крыло прямое. Поэтому мы делаем все-таки прямое крыло. Ну и как бы указала практика, с обновленной цесной очень большой разницы между прямым и V-образным крылом не чувствуется. Она есть, но она не такая серьезная, чтобы из-за этого очень сильно переживать. Приклеиваю лонжерон, подгибаю законцовки. И благодаря тому, что клей был хорошо просушен, он уже держится. Теперь устанавливаем дополнительные лонжероны. Более узкий 11-миллиметровый лонжерон ставим назад. Более широкий 14-миллиметровый вперед. Лонжероны также подсушиваем. И пока они будут сохнуть, вымеряем и приклеиваем усиление передней кромки. Клей пропечатался. Можно его размазать более тонким слоем, чтобы быстрее сох. Но тем временем подсыхает клей на дополнительных лонжеронах. И их можем приклеивать на место. Лонжероны установлены. Клеим усиление передней кромки. Но не точно по линии, а примерно с отступом 1-миллиметр от линии назад. Приклеивать полоску желательно равномерно. На расстоянии 1-миллиметр от линии изгиба. Как видите, лонжеронная технология сборки гораздо проще и быстрее, чем сборка с нервюрами. Ну а сейчас собираем усиление элеронов. Приклеиваем две пенопластовые полоски. Так как крыло прямое, можно в принципе отрезать и одну цельную полосу. Хуже от этого не будет. При этом лицевую, более плотную сторону пенопласта я стараюсь приклеивать вниз. Верхнюю, потом поверхность надо будет сошкуривать. Более рыхлый пенопласт с изнаночной стороны и шкурить будет просто легче. Первая полоска уже достаточно подсохла. Ее можно приклеивать. Клеим таким образом, чтобы середина этой полосы приходилась на линию отреза элерона. Вторую полоску пока откладываем на просушку. И сейчас надо будет сформировать заднюю кромку. Для начала обрезаем излишки на расстоянии 7-8 мм от края. Можно до сантиметра обрезать. Можно в принципе полоску сделать и короче. Чуть дальше края элерона. И этого будет достаточно. Но так получается усилить заднюю кромку, в том числе и на законцовке. Можно обрезать сразу, еще до приклейки. Чтобы не промахнуться и не прорезать лишнего. Вот уже кому как больше нравится. Если вы не очень уверенно работаете с ножом, то лучше обрежьте заранее. Ну и теперь нужно сделать зауженную заднюю кромку. Срезаем наклин, вот эту накладку и частично заднюю кромку. Причем обратите внимание, что должна получиться практически прямая линия. Третий лонжерон, усиление элерона, задняя кромка. Я сейчас обрезаю с некоторым запасом. И потом доводить буду уже окончательно шкуркой. Эта работа спешки не любит. Работайте вдумчиво, спокойно. Пенопласт не надо резать давлением, надо его как бы отпиливать. Ну а дальше берем брусок со шкуркой. Ложим крыло задней кромкой по краю стола. И выглаживаем заднюю кромку таким образом, чтобы получить прямую линию. Как я уже говорил, третий лонжерон. Его, кстати, тоже немножечко можно доклин сошкурить. Усиление, задняя кромка. Задняя кромка должна оставаться примерно полмиллиметра толщиной. Задняя кромка. Вот что в итоге получилось. Обратите внимание, что вся полоса усиления элеронов, она сошкурена на клин. Плоские участки в верхней части практически отсутствуют. Тут перелом практически уже убрался. И теперь, когда будем приклеивать сетку для навески рулей, для навески элеронов, она приклеится по всей площади вот этой вот полосы. Если для того, чтобы добиться такого эффекта, вам требуется немножко сошкурить третий лонжерон, ничего страшного, сошкуривайте, уменьшайте немножко его высоту. Самое главное, чтобы между центральным лонжероном и, скажем, любым прямым предметом оставался небольшой зазор. То есть, профиль здесь не должен резко переламываться, должен переходить к задней кромке более-менее плавно. Все остальное не так важно. Ну и еще один момент. Для этой модели толщина полосы усиления 5 мм – это минимум. Если у вас материал более тонкий, тогда клейте в два слоя. Или используйте более толстый брусок пенопласта. Это лучше, чем недостаток. И если перед линией отреза элеронов крыло у вас останется непроклеенным. Из сетки серпянки делаем петли элеронов. На старом пайпере элероны навешивали на скотч. Но мы на месте не стоим. Технологии у нас постепенно дорабатываются, изменяются. И пришли к выводу, что элероны, навешанные также на сетку серпянку, как и хвостовые рули, получаются более надежными. Ну и заднюю кромку крыла мы также усиливаем. Она становится более живучей, не такой ломкой в случае аварий. И вообще надежность всего крыла заметно повышается. Так, вот сетку наклеили от задней кромки и на сколько хватает ее ширины. Излишки можно не обрезать. Дополнительные нитки, они послужат только усилением. Теперь в тех местах, где будут вырезаться элероны, сетку убираем. Все-таки такое стекловолокно ножом прорезать довольно сложно. Да и нож моментально тупится. Так что лучше прорезать ножницами и заранее. Ну вот и все. Каркас крыла у нас готов. Остается крыло закрыть. Чтобы не сломать заготовку при сгибании и обшивке, снаружи не забывайте проклеить место сгиба скотчем. Ну и теперь аккуратно подгибаем обшивку. Как раз полоска усиления передней кромки нам в этом помогает. Сгиб получается точный и прямой. Сгибаем обшивку. Проверяем, хватает ли нам материала, чтобы нормально закрыть крыло. Да, все хватает. Все отлично. Ну и теперь промазываем каркас клеем и крыло будем закрывать. Также дополнительно проклеиваем переднюю кромку. Пускай сам загиб тоже у нас проклеится. Наносим клей на лонжероны. Промазываем по периметру законцовки. Зашкуренные участки на всю ширину зашкуривания. И заднюю кромку. Также на всю ширину. Законцовки можно проклеить в том числе и на верхней половине. Здесь клей будет пропечатать сложнее, поэтому лучше сразу промазать. Толстый слой здесь не нужен. Только-только смазываем поверхность пенопласта, чтобы потом клей лучше прилип. По задней кромке клей сразу распределяем ровным слоем. Особенно обращаем внимание на края. Еще раз сгибаем крыло. При этом уже стараемся удерживать его так, как оно должно быть, чтобы профиль потом не уплыл. Нижнюю плоскость вплоть до передней кромки прижимаем к столу. Придавливаем все детали каркаса, чтобы клей размазался как следует. Подклеиваем сетку-серпянку, если она поднялась вместе с верхней половиной обшивки. И ждем, когда клей просохнет. Остались-таки от волосы клея, но ничего страшного в этом нет. Закроем. Они тоже будут работать как клей. По задней кромке, там где клей, может быть, плоховато пропечатался, можно слегка подмазать свежим. Клей подсыхает. И крыло пора закрывать. Сейчас нужно быть максимально внимательным, чтобы крыло склеилось ровно. Тщательно проклеиваем весь каркас, все лонжероны, заднюю кромку особенно контролируем. Все, крыло держится и остается окончательно проклеить законцовки. Кстати, за счет того, что законцовка у нас держится на лонжероне, даже не придется проклеивать скотчем. Держится и так. Проверяем качество проклейки задней кромки. Лучше еще раз пройти, придавить по всей длине. Ну вот и все. Крыло готово. Крыло получилось ровное, без круток. Так как мы его ровно удерживали на столе в момент склейки. Сейчас, конечно, какое-то время нужно будет поконтролировать, чтобы не отлипали лонжероны, особенно передний лонжерон. Передняя кромка. Просто время от времени прижимать вот так вот детали. Вот это буквально минут 15-20 поконтролируете, и потом уже крыло будет держать форму и никуда не уйдет. Ну и теперь еще один момент. Тоже очень часто новички забывают сделать эту процедуру. Закрывают крыло, и потом начинается паника. Забывают разметить лероны до того, как крыло зашили. Внутри разметка была, а снаружи ее нет. На самом деле ничего страшного в этом нет. Достаточно просто взять шаблон. Шаблон нижней обшивки крыла прикладываем с нижней стороны. Ориентироваться удобнее всего по законцовке и по задней кромке. В переднюю кромку сейчас попасть сложно. А вот задняя кромка и законцовки, они у нас никуда не ушли. Остались на тех же самых местах. И делаем разметку. Края элеронов и углы. Там, где их нужно будет вырезать. Аналогично с другой стороны. Точно так же прикладываем по законцовке. Заднюю кромку выравниваем. Также ориентируемся на центр. Центр здесь видно. Разметка осталась. Отмечаем, где должен быть элерон. Кстати, насчет осевой линии. Ее так же можно прочертить. Сверху ее делать нежелательно. Будет видно потом после обтяжки. А вот снизу, чтобы потом можно было крыло ровно установить, прочертить осевую линию тоже не помешает. Ну, а дальше размечаем элероны. И после того, как крыло будет полностью просушено, их можно будет спокойно вырезать. Если элероны размечаете уже после того, как крыло было просушено, можете даже не прочерчивать линии ручками, а сразу элероны вырезать. Ну, теперь финальный штрих. Если остается излишек обшивки, излишек пенопласта, его нужно обрезать. Запас, как видите, оставлен достаточно большой. Недостатка материала быть не должно. Если у вас не хватает пенопласта для того, чтобы нормально закрыть верхнюю обшивку, то значит, что-то вы сделали не так. Обрезаем не торопясь, чтобы не срезать лишнего. В качестве направляющей используем нижнюю половину обшивки. И также можно сразу подровнять законцовки. Не пытайтесь на нож давить. Пенопласт здесь нужно отпиливать. Еще раз контролируем качество склейки каркаса. Все держится, ничего не отлипает. Что значит достаточно хорошо подсушенный клей. Ну и все. Крыло для нашего обновленного Пайпера готово. Если сравнивать с крылом от старой модели, размах у этого крыла больше, но ширина меньше. В итоге площадь осталась примерно такой же, но самолет будет смотреться ближе к оригиналу. Хотя, конечно, это тренер и ширина крыла не копийная. Крыло шире, но сделано нечто среднее между полукопией и первой нашей моделью. Все детали модели готовы. Сейчас даем просохнуть всем элементам, которые мы сегодня собрали. И следующий урок уже будет обтяжка и сборка моделей. Кому интересно сделать крыло с V-углом, то в скором времени у нас будет сборка Як-12. Тоже мы будем обновлять. Вот как раз на той модели останется крыло то, которое было на старой. Так же, как в курсе по Як-12. Но опять же, в полете особой разницы нет. Проверяли Cessna с поперечным V, проверяли Cessna с прямым крылом. Летают они практически одинаково. Так что, если вам нужен все-таки более простой вариант, делайте крыло прямое. Собирать его, как видели, достаточно просто. Времени занимает не так уж и много. Кстати, кто хочет сравнить технологии сборки с нервюрами и просто по лонжеронам, можете пересмотреть наше старое видео, когда мы клеили первый пайпер. И, по сути дела, крыло там отличается, ну, кроме формы и технологии сборки. можете сравнить, насколько проще и быстрее получается по такой лонжеронной технологии. Не зря мы стали обновлять эти модели. Все делаем проще для вас, особенно для тех, кто только начинает собирать и задает вопрос, какой же самолет первый собирать. Так вот, мы все наши тренера постарались сделать сборку, постарались сборку сделать проще, быстрее, чтобы вы его собрали, посмотрев наши уроки и подняли модель в небо. Чтобы не было обидно, после того, когда она упадет, она у вас все равно упадет, это сто процентов, так что так и настраивайтесь. Первые полеты происходят всегда с морковкой, без этого никуда. Кто-то их должен засадить у нас. Так вот, мы все это оставляем новичкам. На этом урок заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наш форум, ссылка в описании под видео, потому что много приходит вопросов, как зайти, все в описании. Пожалуйста, ребята, всю информацию мы стараемся выкладывать туда. Заходите, регистрируйтесь, есть какие-то вопросы, задавайте, можете задавать там, там очень много ребят, кто уже занимается давно моделизмом, опытные хабисты. Задавайте, никто вас не прогонит, все готовы вам помочь и рассказать все, о чем знают сами. Комментарии также для вас, рубрика энциклопедия моделиста, советы моделиста, они постоянно пополняются и ждем от вас следующих вопросов, которых нет в этой рубрике. Заходите, смотрите, не нашли, задавайте, мы обязательно запишем видеосюжет. Все, на этом мы с вами прощаемся, ждем следующего урока, будьте с нами, смотрите нас, пока, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи, играем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok